Девушки отдыхают Среди людей, которые, ну бесспорно, для которых родным языком является армянский, появляется человек, которого зовут Ваге Гаспарян. И вот этот Ваге Гаспарян начинает вовсю орать на русском языке. И у меня такой вопрос к Пашиняну и к официальным властям Армении. Вот скажите, пожалуйста, вот нам в России, вот это как понимать? Учитывая, что наши миротворцы спасли армян Карабаха от физического уничтожения. Не Ваге Гаспарян с автоматом одержал победу, а российский миротворец пришел и остановил кровавую бойню. Когда, извините, шансов военных никаких уже у Армении, так и не признавший Карабах, и не пустивший туда ни в нужном количестве добровольцев, не задевший официально свою армию. Тяжелейшее поражение, тяжелейшее поражение, колоссальное национальное унижение, страшная боль. Но Арцах российский миротворец спас. И что тут мы слышим из уст этого соросенка, существующие на деньги Америкин, который, напомню, второе, по-моему, по размеру в мире посольство, в маленькой относительно, по географии и по населению, в стороне Армении. Это второе в мире по размеру американское посольство. Послушайте. С первых же дней вожения России на территорию Южного Кавказа запрещались армянские церкви, закрывались армянские школы, русские и чашские войска, разоружали армянских постанцев, сдавались запад на Армению, закричали московские и карские договора. Вот англо-рега так называемой дружбы армянского и русского народа. Не было никакой дружбы. Нам нужна армяния без армян. Так говорил Лобанов Носковский в середине 19 века. Вот истинная личность русско-армянской дружбы. Не было никакой дружбы. Была колониальная политика. Армяния всегда была возменной монетой России. Поэтому мы сегодня понимаем, что миф от русско-армянской дружбы разведчин раз и навсегда. И отныне для нас это аксиона. Мы, армянский народ, отвечаем вам словами Михаила Юрьевича Ленбакова. Прощай, любитая Россия! Вот вы мне объясните, пожалуйста, армяне, почему вы это терпите? Вы мне объясните, пожалуйста, почему я не услышал на это, на эту откровенную провокацию, произнесенным человеком, представляющим ничтожное меньшинство. Он это говорит на русском в Ереване, если я правильно понимаю, в любом случае в Армении. Почему вот этот человек на свободе? Почему нет никакой официальной позиции армянской власти? Почему я не слышу представителей армянской общественности, армянской интеллигенции? И не надо нам говорить, что сейчас этих людей очень мало, и что они представляют вчерашнюю туристическую организацию Соснет-СРР. Не надо нам все это рассказывать, что это ультрарадикалы. Не надо. Вы мне объясните, почему вы ничего не делаете? Почему сейчас россияне должны это выслушивать? После всего того, что объединяет наши народы. Почему никто не остановил вот этого Геббельса Мелкого? Почему никто не остановил? Геббельсову назвала кремлевской прачкой и правильно сделала. Я хочу понять, почему. Он якобы против Николы Пашинена. Вот почему это должны слышать наши миротворцы, которые стоят в Карабахе? Почему это должны слышать наши солдаты, которые спасают Армению от физического уничтожения? И что, Гаспарян не знает? Он забыл, кто спас Армян? Он забыл, но ему Семен Аркадьевич Багдасаров напомнит. Он забыл, какая участь была уготовлена армянам в Османской империи? Он забыл, куда бежали? После страшного геноцида армянского народа, куда бежали армяне? Кто их спас? Кто их приютил? Ну, пусть поедет в Адлер, в Сочи, в Краснодарский край. Пусть поговорит с теми армянами, предки которых бежали из Османской империи еще в 19 веке, после очередной волны погромов. Какая империя стала для них родиной? Но почему мы это все терпим? Почему мы должны не замечать? Почему любимый мною великий армянский народ позволяет существовать вот проявлением такой русофобии, не давая им никакой оценки? Ни эмоциональной, ни юридической. Да. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.